Здравствуйте, уважаемые коллеги и уважаемые владельцы наших питомцев. Если вы хотите, чтобы я дал консультацию по вашему случаю, первое, что главное и что самое, с чего все начинается – это с симптомов. То есть самое главное и самое важное – это не КТ, не МРТ, не рентген и так далее, и так далее. УЗИ, анализа крови – нет, симптом, самое главное – симптом. Всегда все начинается с того, что врач должен понять, какой симптом он должен осмотреть. Иногда по видео, иногда можно это понять по, например, осмотру другого врача, то есть если осмотр врачом сделан правильно, то есть если невролог осмотрел и определил зону поражения, вот это то, что нужно. Я буквально тут недавно был случай, хороший иностранный невролог, да, то есть вот, смотрите, я вам покажу, да, как выглядит нормальная локализация, да, то есть вот пишет такой-то отдел, такой-то отдел, вот это то, что надо, да, да, то есть какие нервы, вот это называется, ну на английском языке, правда, но это называется осмотр неврологом, да, и вот это то, что надо. Вот, поэтому, ну а дальше присылайте свои исследования в диком формате, в том формате, в котором выдает рентген, КТ или МРТ, вот то, с чего надо начинать. У нас первый пациент из Московской области, Кен Чарльз-Паньель, вот здесь правильно все, значит, да, что собака меньше года, настораживает симптомы, чесала плечи и шею, вот, понимаете, вот с этого начинать надо, а не с того, что мы сходили в клинику и нам назначили габапентин, который никогда ничего еще никого не вылечил, еще диокарбом разбавили и преднизолона добавили, понимаете, то есть вот, совершенно правильный подход, у нас собака, у нее симптомы, все. Да. Кен Чарльз-Паньель. Одним словом. Да. Вот симптомы, понимаете, вот нельзя их, например, увидеть там постоянно, надо снимать видео, не присылать видео от соседской собаки, да, или там где-то найденной в интернете, а именно от этой конкретной собаки, потому что болезнь у всех, у каждого своя, поэтому это тоже важный момент. Брат, сестра, теща там или кто там, чем болеет, вообще малоинтересно. Интересно вот этот конкретный пациент, чем конкретно он болеет, какие конкретно у него симптомы. И вот смотрим эти симптомы. Все, определили симптомы, да, дальше есть смысл идти дальше. Вот. Игра на воздушной гитаре называется симптом. Что мы делаем? Дальше мы смотрим МРТ. А есть МРТ? Не знаешь? Есть. Вот тут очень важный момент. Вот это заключение по МРТ, это взгляд вот какого-то врача, какого-то известного, да, он на этом подписался где-то, на это МРТ. Никакого отношения к МРТ это не имеет. Это взгляд какого-то врача, какого-то специалиста визуальной диагностики, да, на это МРТ. Это не МРТ. Это его конкретный взгляд на исследование. Вот. А вы присылайте ваши, чтобы у меня появился какой-то взгляд, да, чтобы я вам прокомментировал. Вот. Ну, в принципе, вот сиринга-мейли, океаре, подобный синдром, да, то, что называется. Вот. Ну, ну, чем? Как лечить? Спиронидоточное отверстие. Самая частая операция, которую я, наверное, делаю в своей практике. С удалением опухоли головного мозга. Вот. Еще надо обязательно посмотреть, нет ли... Зачем там подгибали, разгибали. Я так понимаю, что собаки меньше... Сколько ей? А, нет, 19-го года. Вот. И без смысла не надо. Что, сгибать это все? Ни на что не влияет. Вот. И еще посмотрим уши. Потому что у нее еще и гиперсекреторный средний айтит. Вот. Здесь все понятно. Лечим гиперсекреторный айтит, смотрим, какие у нас результаты. А потом расширяем затрочное отверстие. Все легко и просто. Грыж нет. Вы спрашиваете, как лечить протрузию и грыж? Грыж не существует. Есть 7 типов болезней дисков, бла-бла-бла и так далее. Целая лекция, наверное, 3 часа у меня есть. Просто коротко сейчас. Вот. Операция гарантированная, она избавит собаки от боли. Обычно, да, избавляет. Обычно избавляет. Значит, можно ли ограничиться медикаментозным лечением? Его не существует. Не существует никакого медикаментозного лечения. Почему его не может существовать в реальном мире? Он есть только в каком-то мире этих самых, не знаю. Вот. Нельзя медикаментами сделать так, чтобы вот это место было проходимо для ликвара. Так же, как оно должно быть. Вот это, видите, вот это, ну, исследование такое, миела называется. То есть, вот отсюда, из четвертого, вот это четвертый желудочек, из четвертого желудочка, вот в район цистерны магна, ликвар не попадает. Понимаете? Вот не существует никакого лекарства, препарата, вещества, которые бы взяли и восстановили ток ликвара в этом месте. То есть, он здесь точно нарушен. То есть, не существует какой-то, не знаю, чего-то там, чтобы взяло и вот эту кость разрушило и вошло бы в четвертый желудочек. Не существует, существовать не может. Не существует препарата для рассасывания, там, фаланги, мизинца на левой, правой руке. Или левой, или правой какой-нибудь руке, понимаете? А зеленая таблетка от мизинца на левой руке, а фиолетовая от правой. Ну, не бывает этого. Поэтому не бывает никакого консервативного лечения. Медикаментами можно на какой-то промежуток времени просто убрать симптом. То есть, мы можем убрать на какое-то время симптом. Все. Вот это же очевидно. Сейчас покажу, как лечится. Как лечится. Чтобы просто понять, о чем я говорю, проще посмотреть. Потому что я понимаю, что это все, что я там говорю, это такая ерунда. Вот такая же ситуация, понимаете? Ну, это здесь владельцы поняли, что... То есть, вот как можно быть лекарством, которое вот так возьмет и уберет вот эту кость? Ну, вот кама. Просто понятно, что те, кто не понимает сути болезни, да? Есть врачи, которые сути болезни не понимают. Они не понимают, что там происходит, почему оно происходит, из-за чего оно происходит. Оперировать не умеют, не знают. И, естественно, что им еще остается? Да, значит, лекарство спредизоловано. Я уж не говорю про эту глупость, а я не про зол, да? То есть, ну... Просто никто не читал исследования, да? То есть, где-то кто-то... Знаете, одна баба сказала, а другая повторила. Знаете, есть такое... А то, что это исследование... Вообще полный бред, ну... Знаете, надо уметь читать исследования. Вот. Поэтому что надо? Лечить. Лечение бывает только хирургическое. Гиперсерриторный среднеатит, он промывается... Тоже очень легко лечится носительно, да? То есть, берется эндоскоп и промывается. Ну, как, не знаю, там, промывается ухо. Можете... Ну, другая, правда, порода, не гиперсерриторный среднеатит. Это среднеатит и рахицефалов, но суть такая же. То есть, взять и промыть. Взять эндоскоп и промыть. Вот. Это все так делается. Поэтому с вами все понятно, очевидно и однозначно. То есть, диагноз понятен, способы лечения однозначны. Все однозначно, все понятно и вообще. Все супер. Типичный случай. Хорошо, когда есть типичный случай. Потому что проще всего помочь. Вот. Ну, следующий пациент. Какой у нас? Из Нижнего Новгорода. А веслоухий кот Марс. Ему 4 года. Попал веслоухий кот. Волонтером попал веслоухий кот. Запущенный в тихоохондридисплазии. Все суставы костеневшие и неподвижные. Костные мозоли. Вашли подвущики. Ну, так надо прооперировать. Все. В чем вопрос? В чем вопрос там? Врач рекомендует обмутацию и установку протезов. Хорошо бы, конечно, прислать все-таки не изображение. Зачем? У него своих осей много. Лично, ну, вот это все легко удаляется. У меня есть на канале, опять же, как-то это делаю. То есть не обязательно ампутировать? Зачем лапу ампутировать? Его поудалял, оно элементарно делается. Кожу разрезал. Ну, удалил и все. Все. Ну, если интересно, зайдите на канале, найдите там лечение хондродисплазии, мастер-хондродисплазии. Ну, это, ну, такой вопрос, знаете, вообще. Зачем удалять? И лапу их больше стало. Вот. 20 минут, вся операция. Да. Ну, в общем, зайдите, да посмотрите. Ну, вот эти разросты, они элементарно, кожу разрезал, элементарно их удалил. Чем лапу удалить? Это как-то придумают. Ну, и ладно. Дальше следующий пациент. Хаски, Мосянева, 6 лет, 8 месяцев, из Москвы. Не кастрировано, с 7 января случился приступ. О, приступ. Видите? Тоже логично. Все построено. Отгружаем ли значки. У нас Хаски и у нее приступ. Смотрим приступ. Смотрим приступ. Главное, понять, есть ли вообще какой-то... намек на то, что нет сознания. Короче, есть сознание или нет? Она в сознании находится. Да. Если она находится в сознании, здесь, да, больше похоже, что она находится в сознании, то, конечно, ну, у карликов очень часто непереносимость глютена. У больших собак как бы с этим немножко сложнее, да? Ну, в принципе, подход на сегодняшний день при таком симптоме, в первую очередь, убрать глютен, реализационный, давать безглютеновый корм. Все, больше ничего. Все. Вот и все, больше ничего. То есть, вообще, то есть, вот на этом, вот мы посмотрели симптом и говорим, о, давайте безглютеновый корм. Все. Больше ничего. Ни КТ, ни МРТ, ни там ничего, ничего, ничего не делается. Даже, наверное, за кровью мы не делаем. У тех, у кого... У тех, у кого... Продолжаются симптомы, да? То есть, просто сначала исключают то, что нельзя другим способом определить. То есть, просто исключил, все исключил, все хорошо, все супер, все нормально. У остальных продолжают диагностику. Делают МРТ, конечно же, да, делают КТ. Ищут ШУНТ, какие-то другие болезни. То есть, УЗИ. Я бы посмотрел на почечники. Так, 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 так. Так же, КТ, подживычные. Вот это бы посмотрел. И на почечники посмотрел бы. То есть, что бы я дальше делал, стал делать в этой собаке. Первое, убрал бы глютен, безглютеновая диета. Ничего не помогает. Дальше МРТ. Дальше бы просто делал КТ. Посмотрел бы на надпочечники. Ну, и так далее. На подживающую железу. И все, больше ничего. Вот, поэтому на этом этапе надо понять, что собака ест. Вот у вас так и написано, правильно? Это и надо делать. Вот, это и надо делать. Вот. Ну, на образовании воспалений нету, да? И переносимая глютена может быть. И вот это заболевание тоже может быть. Все? Все правильно. Это в Москве? В Москве. Ну, я бы не удивился, если бы это было в Самаре, да? Или в Новосибирске, в Новосибирске, кстати, даже в Новосибирске. Но для Москвы прямо... Врачи, москвичи молодцы некоторые. Почет и уважение. Следующий пациент. Так. Так. С двух лет начались приступы эпилептические, да? Эпилептические приступы, давайте смотрим. Семь лет. Собаки. И что, все? Они еще приступы. Какой-то короткий приступ. Лучше, конечно, записать подольше. Потому что так себе, конечно. Вот. Пришлите, пожалуйста, мне делать получше. Там это очень важно. Ну, потому что не очень понятно, что... Ну, потому что сейчас дальше будет вопрос, а что нам делать, да? А вот точно это эпилептические приступы или нет? Ну, вот не точно. Непонятно что-то. Надо с этого начинать. Вот. А все эти диагнозы, да, которые поставили диагноз гидроцефалия... Знаете, вот ваши собаки, на удивление, при маленьком размере, вообще никакой гидроцефалии нет вообще. Понимаете, вот для карлика иметь такие вот желудочки и отсутствие, там, и борозды видно. Видите, борозды видно. То есть, ну, нету никакой вообще. Поэтому пришлите видео. Начнем с этого. Вот. На МРТ воспаления головного мозга нет, энцефалитов нет, средних агитов нет. Видео пришлите и все. Вот. А это все... Первое. Мы должны определиться с симптомом. Мы определились с симптомом, дальше думаем дальше. Пока не определились с симптомом, дальше не думаем дальше, потому что не сделали первый шаг. Вот. Вот и все. Поэтому надо с этого начать. Точно определились с симптомом? Мы определились, дальше, дальше думаем. Дальше смотрим МРТ, дальше. Дальше будет дальше. Вот и все. Вот. Следующий пациент. Ну, а по крайней мере, никакой там гидроцефалии, энцефалиты, воспаления головного мозга точно нет. Это просто отдельно от МРТ, от собаки просто по МРТ. Вот. Вот гидроцефалия у передущего была. Да, там, ким-чераспаниеля, слабая, и то. Четвертый желудочек чуть больше, и все. Ну, будет какой-нибудь гидроцефалит, покажу. А, четвертый, третий желудочек увеличен. То есть, да, давление повышено. Вот эти третий, четвертый желудочек увеличены. Вот это признаки. Ну, у него понятно, где нарушение. То есть, мы всегда, когда есть гидроцефалия, определяем, где нарушен ток ликвора. Вот у предыдущей собаки, ким-чераспаниеля, а вот очень хороший, в предыдущем случае, да, вот. Мы точно знаем, что у него нарушен ток ликвора вот здесь, потому что сделали вот это исследование, только ликвора нет, и все. Поэтому серингамилия, поэтому третий желудочек увеличен, бла-бла-бла, вот это все. Вот, понимаете? А у вас ничего этого вообще нет, даже близко нет. Следующий пациент у нас и Чихуахуа, а сядет ей 12 лет, а вот, значит, помочь при исследовании КТ-грудной с контрастом. Основные жалобы на незначительный, нечастый кашель. По исследованию, по исследованию ничего не критичного не вижу. Дальше в Сайроне клиники говорит, что мог пропустить Николай Блохов или Паренхимилёгких. Давайте посмотрим. Это точно? Чувак, здесь просто медилография. Ну, это точно то, что прислали. Это не Чихуа. Слушайте, ну, перешлите другое исследование. Это не то. Это не Чихуа. Это какая-то крупная собака. Видите, просто по голове можно всегда определить размер сразу. У всех собак головной мозг 5 сантиметров. Голова здоровая. Может, там мышцы есть. А у Чихуа нет. Это какой-то крупная. Ну, перешлите еще разок, ну, страшно. Бывает. Все лежит на диске там. Да. Исследование точно то. И в письме 12 лет Чихуахуа. Где-то ошибка, в общем, да? Ну, да. Ну, во-первых, это не Чихуа, это 100%. Не, ну, бывает всякое, ну что, ничего страшного. Просто, может, не то исследование приобрели? Ну, просто другое исследование. Это медилография какой-то крупный собак. О, медилография. Хорошо сделали. Милография. Давайте медилографию посмотрим, раз уж мы начали. О, смотрите, у нее есть, наверное, опухоль. Во-втором, какой-то, отек какой-то или опухоль, наверное. Ну, раз уж мыслали. Милография посмотрю, что ли. Вот тут. Причем, кличка совпадает в файлах. Ну, это такая опушка. Возможно, поэтому мы перепутали. Да, поэтому и перепутали. Бывает, ничего страшного. Я думаю, здесь вот опухоль, спиномолозги. Ну, какое-то образование, кровоизлияние или что-то такое. Ну, думаю, да, ну, лимфома какая-нибудь может. Ну, это не точно. Надо, там, контраст, где оно еще и вести было. Вот, ладно, я отвлекся. Следующий пациент. Это было специально. От сути. Подзонули специально, чтобы проверить вас? Да нет. Да не думаю. Это просто... Чтобы отвлечь меня от работы. Подсунуть миелографию. Это враги были. Понимаешь, что я не могу не посмотреть миелографию. Это шутка, конечно. Так, значит, там дорожные на образовании власти подлоговатого мозга. И чего? И чего надо удалить? Вопрос. Ага-га. Так. Что-то у нее поднята причина, не могут ей сделать операцию. Так, ну, во-первых, это все-таки как-то ее. Так, это опять что-то? Подождите, это что-то тут напутано. Наверное, может быть, мы напутали, нет? Какая собака должна была быть предыдущим? Какая его фамилия, кличка? Инфанта. Вот это собака-инфанта. Это другая. А предыдущая? А предыдущая Ася. Вот. А вот это КТ Ася как раз. Я сейчас смотрю. Гидроцефал, да, гидроцефал. Это КТ Ася. Вет-лазарейки сделаны. А вернее, в предыдущем случае. Предущем. Перепуталось просто случай. Нет. Я смотрю по письмам, что они совпадают. Именно в том письме было. Ну, понятно. Ну, как бы. Потому что я сейчас смотрю. Чихуа. Это той пудель. Да. Той пудель. Инфанта. И вот у нее папка с МРТ. Написано Infantarafaila. Головной мозг с контрастом. Так. Астрам потом. Анфель. Анфель. А, я поняла. Да, действительно, у вас там могло быть перепутано только по папкам. Нумерация папок – это моя ошибка, извиняюсь. Да, ничего. Да, посмотрите по кличке, пожалуйста. Тогда давайте вернемся к Ассе, которая 12. Да, да, да. Так вот я рассмотрю ее. Которую я вам подсунула. Вот это все есть. Часто кашель, кашель, кашель. Вот это наш кашель. Так, 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 так. Посмотрим, смотрим. Так, так, так. Никто сброшу. Так, так, так. Так, так, так. Артериальная. Она кашляет, да? Кашляет? Да. Незначительный, нечастый кашель. Кашель, кашель, кашель. Кашель, броф. И на нем заколок с Трофеем поискал. Если, 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 если. Я не знаю, я бы последнее, что начал бы искать, это Коловый Бронхов. То есть это Я бы Коловый Бронхов поискал какой-то Трофеем бы. Наверное, в первую очередь. У старенькой собачки. Я думаю, нет, я, я не вижу здесь тоже. Принсим или некроза Бронхов? Ну да. Неа. Ну неа, я не вижу. Скрытый некроз. Вот. Нет, я не вижу. То есть я думаю, что его нет. Вот так я думаю. Ладно, следующий пациент. Той Путин, инфанта, из Алматы. А теперь из Алматы. Так, 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 так. Той Путин, инфанта, из Алматы. Такси я у нее, да? Так. Так, 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 так. Ну, у нее образование понятно, где, понятно, что оно там есть. Так, в чем вопрос? Вопрос в следующем. Реально ли сделать вообще? Говорят, что помочь ей в Казахстане не могут. Да, да. Кстати, из Казахстана у нас была собака по коже. Три года уже в таком же месте была. Да, надо оперировать. Так, вопрос-то в чем? Ну вот, в этом и вопрос был. Можно ли ее оперировать? Да, конечно, ну конечно, конечно, да, да, да. Как оперировать я могу где-то в девятнадцатом году я в Харькове лекцию читал. Причем, как оперируют такие все интересные. Там просто долгое лечение. А, так. Ну, просто если интересно, что, как. Вот. Вентральный доступ по долговатому. Четыре года назад я про эту лекцию читал. Можете зайти и посмотреть, чего как это делается, какой доступ, как это все я делаю. Вот. Называется лекция Вентральный доступ по долговатому мозгу мастер-лур. Класс Харьков. Харьков Вен. Вот такая же, кстати, это спонит будет, да. Или пудя, что-то черное ходит. Вот. То есть заходите, смотрите. Вот. Да, конечно. Приезжайте. Не скажу, что не проблема, да, это непростая операция, но как бы все, все реально. Владелец спрашивает, с учетом возраста, что собаке 14 лет? Не было у меня молодых. Вот. Я не помню, что у меня молодая. Я своей собственной собаке в 16 лет из мышечка удалял. Не бывает. Ну, где опухоль на долговатом мозге? Ну, бывает, конечно, это какие-то единичные случаи. Все они такие. 15, что там, 12, 13. Все после семьи. Вот, недавно мы из мышечка удаляли опухоль. Как, недавно, во вторник. Тоже вот, смотрите. Прямо из мышечки. Опухоль. Вот. Видите? Вот локализация. Вот була, а вот опухоль. Видите? Это КТ. Ну, на МРТ тоже там видно. Так же. Локализация почти та же самая. Очень близко. Вот опухоль, видите? Можечок. В общем, так вот. Ну, ладно. Собака через два часа встала и пошла сама. Вот, следующий пациент. Что там про нервы там написали? Ну, конечно. Прилоговатый мозг это центр жизни. И что? Тем более, надо быстрее удалять. Быстрее удалил, быстрее больше шансов выжить. Понятное дело. Не удалил, умерла сто процентов. Смерть на сто процентов. Вот. Так, ладно. Анхин из Москвы еще повторно. Так, насчет Напомню, в прошлом эфире вы не стали смотреть исследования без видеосимптомов, потому что сказали, что по исследованию может много что напридумывать, да? Да, напридумывать. А мне такая большая эта сумма. Придумывать могу чего угодно. Так. осмотра так и нет, да? Ну, вот осмотр, который в карте есть, вот он на мониторе. там ПКС-ки не было? И тут, может быть, есть. Блин, боже мой. То есть, лично-крестцовый синдром, да. Диагноз был по осмотру в сентябре и октябре предположительно. Ну, как у него здесь явно есть нарушение. Просто осмотр, то, что осмотр, это да. А то, что здесь, оно как бы явно есть дефицит неврологический. А в осмотре, что его нету. И тут же пояснище описывают неврологические расстройства второй степени. При этом, ну, почему? Ладно. Скорее всего, да, скорее всего, есть. Пальцем надо взять попробовать, есть ли боль или нет. Ну, по видео, скорее всего, да. Скорее всего, у него есть проблемы. Проблемы есть. Тын-тын-тын. Так-так-так-так-так. То есть, зона интереса у нее получается L-71. Так, а что с ней сейчас? Что с ней сейчас? Ну, вот она не очень хорошо ходит, немножко заваливается, как на видео. Угу. Я бы ее на электромиографию отправил. У нее там много разных исследований. Там нет, да, электромиографии? Вот, чтобы я сделал бы эту собаку, потому что у нее компрессия есть, но она какая-нибудь дегенеративная мелопатия бы, о ней бы подумал бы. А здесь и мелография есть, да? я бы подумал об этой болезни. О дегенеративной мелопатии. Я бы на МГ отправил, я думаю, что у нее дегенеративная мелопатия. Вот что я не думаю. Ну, по мелографии, я думаю, что у нее это болезнь. Вот что я думаю об этом. Ну, вот все. Что бы я еще сделал? ЭМГ. Отправил бы на ЭМГ. Его тут я не вижу. Все, больше ничего этой собаке не надо делать. Электромиография, я думаю, что у нее дегенеративная мелопатия и тет генетический. Еще на нее есть. вот и все. Тоже нету этого теста генетического. ну, по ферме генетического. что делал бы и все. Ну, может, с тестами проблема какая-то, ну, где-то в каком-то месте. Я думаю, что это болезнь. Следующий пациент. у нас вопрос есть по этому пациенту хаски масяня, у которой подозрение на протестимальную дискинезию. Наверное, владельцы считают важным. предыдущие предыдущие сейчас переводят табаку с сухого корма на натуралку. Стоит этого делать, не стоит? Ну, избыток, так нет, смотрите, смысл же не в том, переводим или не переводим, а смысл в другом. Будет ли там избыток белка и будет ли там глютен? То есть, не должно быть избытка, то есть, смотрите, есть очень хорошие. Что такое натуралка? Что такое натуралка? Нет такого понятия натуралка вообще, то есть, это совершенно разные вещи. Понимаете, вот есть хороший такой тест, представьте кошку на стуле, да, то есть, каждый человек представляет свою кошку, это же очевидно. Та же самая ситуация с натуралкой, то есть, сколько ты людей не опроси по поводу натуралки, у каждого свое, совершенно разное представление. Поэтому, что такое натуралка? Это ничего. Понимаете, ничего, это, у кого-то сосиска натуралка, у кого-то мясо натуралка, у кого-то гречка, у кого-то пшеничца, у кого-то овес, ну, вот, вот и все. Рацион должен быть сбалансированный, а в вашем случае там не должно быть глютена и избытка белка. Вот и все. Вот и все. Вот такой вот вариант. Какие-то изолированные, там, непереносимость какого-то белка, например, да, там или и так далее. Вот и все. Поэтому такая вот ситуация. Так, следующий пациент какой? Персик. А что-то тут нет материала. Пустая папка. Там фотографии рентгена. Сейчас, секундочку. Что-то мне это самое не... Так. Да, просто я у меня здесь. Ну, вы можете из письма открыть фотографии рентгена. Они не очень информативны, но тут вопрос в том, можно ли что-то сделать, чтобы собака не страдала приступами кашля. Так, значит, сначала персик один год, после трех месяцев начали беспокоить приступы обратного чиха, начинает судорожное дыхаться и не может сделать вдох без хрипов. Приступы случаются один-два раза в неделю. После обследования сказали, что, возможно, носовой ход узкий. Рентгенолог сказал, вот эти рентгенологов у них у всех что-то с головой, у них романы писать, да, потому что ничего толкового они сделать не могут, а вот романы писать бессмысленные, бестолковые исследования делать, они могут. Не существует никаких рентгеновских снимок в голове. Это совершенно бессмысленная потеря времени. То есть она не приводит ни к чему. А у них это простое объяснение. Я говорю, ты вот зачем сделал рентгеновские снимки в голове? Ну, сделал. А зачем такой бред написал? Ты, я же должен что-то написать, мне же за это деньги платят, я же не могу ничего не сделать, да, понимаете? Ну, вот такой тупой разговор обычно у меня происходит с рентгенологами. Вот. Но тот человек, который делает этот снимок, естественно, он не рентгенолог, потому что ни один здравомыслящий рентгенолог вот такого безобразия сделать в принципе не можно. Корявый снимок, корявое все, ну, это что? Это вообще, это тем более не снимок, это фотоснимка. Это уже другая тема. Вот. Поэтому, значит, что делать, если у собаки есть реально такой симптом? Первое, надо сделать видео, дальше прислать мне видео, а дальше мы будем разговаривать. Вот все. Вот то, что надо делать. Ну, что надо делать вам с вашей собакой? Снять на видео те симптомы, которые есть, лучше, чтобы там был звук, и лучше, чтобы там было все-таки светло. то вместе делать и снимать. Все. Больше ничего не надо делать. Все. Все понятно? Да. По-моему, я объяснил четко и это самое. Вот. Сломайте руки этому чудо, чудо этому рентгенологу. Да не могу сказать слово рентгенологу, потому что рентгенологов я уважаю. а это чучело, с ним, сломайте руки этому чучело. И язык ему отрежьте. И что еще делать? Думаю, это будет достаточно. Более тем. Да нет, послалайте ему палец выше, чтобы он не мог свои корявые лапы писать такие заключения, чтобы он не позорил рентгенологов. Мне просто обидно, понимаете? Я третий врач ветеринарный в Санкт-Петербурге, который начал делать рентгеновские снимки. Понимаете? И вот эти, они просто позорят это исследование, позорят этот метод, да, не умеют ни черта делать, снимок или банального не могут, пишут бред какой-то. Ну, это же, ну, что же такое-то вообще? Вот. В общем, убейте его. Все нормально будет. Шутка. Вот. Следующий пациент у нас из Минска, Чихуа, ему 6 лет. Так. В 18-м году я проводил, вы проводили операцию по расширению затылочной кости. Ранее был диагноз гидроцефалия, колодогенальная киста. По январю 24-го года было все стабильно. В январе стал ходить по кругу, заваливаться, лапы расползаются, видео какое-то прикрепили. ооо, буду смотреть видео. Ооо, господинец. Видео? Ой-ой-ой. Маленькие идеи. Маленькие идеи. А, это он так постоянно делает. Он не может педненькие. Ну да, у него явно такси. Так. 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 Маленьким артем. 18-го года. Маленький собака. 18-й год. Сколько же лет-то прошло? Уже есть? Прошло так, с какого года? 18-го. Да, 6. Уже 6. А сколько же ему сейчас? Ему 6. Значит, вы в 2 года делали ему операцию. Подождите. Нет, если прошло 6, а ему сейчас 6, то есть он был совсем маленьким. черт, я не уверен, что это самое. Что это... Понятно, все эти дивертикулы, они все. Я бы... Просто, сколько лет прошло, если он жил так долго, хотя понятно, что у них развивается проблема. ниже здесь, ну, как бы, задней черепной ямки ниже у карликов-то. Я бы поискал что-нибудь вот в этом месте. Ну, то, что может развиваться. А что может развиваться? Это нарушение тока ликвара в области задней черепной ямки. Вот что я бы поискал бы. То есть, если он был столько лет стабилен, а что у них происходит в течение у карликов, в течение всей их жизни? А у них происходит следующее. У них происходит нарушение тока жидкости в районе задней черепной ямки. Хронический воспалительный процесс вот в этом месте может быть. Ну, я бы, наверное, в 24-м году опять зашел бы в район вот сюда. Вот, наверное, вот это бы я, скорее всего, сделал. вот это, да. Скорее всего, так бы сделано. Либо еще, знаете, что бы я делал бы? Я бы еще найти, наверное, взял бы по УЗИЛ и посмотрел БИКВАР, потому что ухудшение состояния у них еще может быть связано. Понятно, что мы, первое, о чем мы думаем, что, скорее всего, там, ну, то, что видно явно, да, я бы посмотрел бы, коры головного мозга у него очень мало, где там небольшое нарушение воспаления, его просто можно на МРТ не увидеть. я бы по УЗИЛ. То есть, я бы взял бы его по УЗИ, ну, просто делал УЗИ, ну, потому что ему можно делать УЗИ и посмотрел, какой у него ликвар. Вот, наверное, вот с этого бы я даже начал. Потому что объем коры очень небольшой, да, и найти очаг воспаления очень сложно бывает. А иногда его намного лучше видно на УЗИ, просто банально на УЗИ. Мутный, муть плавает. А на МРТ не увидишь. В общем, есть миллиметр коры, что там увидишь. У тебя МРТ, конечно, отличный. В отличие от предыдущего. Дмитрий спрашивает, где вертикул вскрывать? Субарахноидальный? Наверное. Или вот это? Блин, я бы поузил бы сейчас. Просто взял бы на этом этапе, посмотрел, может, банально все. Это очень часто бывает. Понятно, что ты ищешь что-то, что прям вот понятное и видное, да? Но МРТ сложно сравнивать, да? Потому что здесь хорошее, а здесь такого нету. Программы нету. Даже. ну, я поузил, взял бы на этом этапе и просто сделал УЗИ. Потому что ничего бы ни разу не оперировал, ну и просто проколол бы кожу, взял бы этот ликвар. вот это, вот это бы я сделал, здесь под кожей, вон, костей все равно нету. Вот это бы я сейчас делал, все, больше ничего бы не делал. Ему легко это сделать, у него мозг под кожей. По поводу шунта, очень сложно таким ставить шунт, просто потому что у них, у него костей просто банально нету. Ну, вот вообще нету. И кора очень маленькая. Почему я, ну, один из последних пациентов, пару недель тоже оперировал назад, ему шунт, ну, костей нет, черепа нет, прямо под кожей мозг. Здесь та же ситуация. Поэтому это бы сделал. Взял ликвар и просто датчик вставил. Если плавает, значит, у него энцефалит какой-то. Вот, вот это бы сделал. Вот. Вот такой ответ. Что следующее? Можно мы вернемся к предыдущему пациенту с кашлем? Да, да. Потому что нам прислали видео, зайдите, пожалуйста, в папку случаи для эфира, в почте. И самое верхнее письмо это видео собаки кашляющей персика. Так. Так. Так, так, так. Почту сейчас зайдем. Так, так, так. Так. Случай для эфира, да? Да, можно прямо письмо, наверное, открыть. Самое верхнее. ходящие сложение. Ходящие сложениями. Так. Селевкина, да? Да, да, да. Ага. Сейчас. Ну, да, обратная чихла нет. Похоже, был. Ну, да, ну, скорее всего, да, в голове. Ну, да, коты делать. Стоп, 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 стоп. Берете, КТ, посмотрите. Может, там просто носовых ходов нет. Банально. А может, у него ликвария. Ликвар вытекает в нос. Такое тоже может быть. Ну, это самое частое, что бывает в этих собачек. Ну, компьютерная томография. Главное, в нос ничего не совать, пока вы не сделаете КТ или МРТ. Ну, луч КТ. Потому что там видно будет носовый ход. У него мост, может быть, просто банально его нету. Или ликвария. То есть, почему нельзя им ни в коем случае ничего капать? Вы можете капнуть в нос, а оно все в мозг попадет. Потому что у них очень часто ликвария. Ну, ликвар вытекает через нос. Вот. Такая проблема есть часто. Еще что-то? У нас есть вопрос еще о Дмитрия. Да. Он пишет, что атрофия структур головного мозга есть сейчас. А если нет воспаления, расширять затылок? Я видел, вы вскрывали дивертикул над моржечком. Им нужно такое делать? Блин, если у него сейчас воспаление, то нет. Если да, то да. Вот. Ну, вообще. Блин, да я думаю, что не воспаление. Вот, я не знаю. Никакое у меня нет доказательства. Просто вот, когда я вижу такой мозг, и оно так прошло, и вот я просто... Первое, что я беру, датчик УЗИ, о, плавая, все, воспаление, дексаметазон означает, и все, больше ничего не делал. Если нет, тогда да. Тогда убрать... Тогда бы я кисна, убрал бы тогда. Да, тогда бы я прооперировал. По поводу, что... Да, у меня есть буквально пару недель назад такую операцию, что я делал. Тогда бы, да, сделал. Просто, когда оно было, 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 было хорошо, потом что-то произошло. Скорее, что-то воспалилось. Ну, наиболее вероятно. Если нет, тогда да, прооперировать. Ну, шунт сложно поставить, черепа нет. Еще пациент? Да, последний пациент на сегодня. Тоже из Минска. Так, Шпиц Мила, 7 месяцев из Минска. Собаку приобрели 3 месяца назад. В декабре появились приступы. Значит, в декабре появились приступы. Сознание поддергивания тазовыми конечностями. Обычно 4, но может быть и больше таких поддергиваний тазовыми конечностями и все. Непроизвольные движения. Ну, вообще, непроизвольные движения, за непроизвольные движения отвечает, конечно же, кора головного мозга. Вот. Что с ними делать, неизвестно. Вообще, обычный вариант попытаться найти болезнь, которая может вызывать какие-то, ну, какие-то любые нарушения в коре головного мозга, в среднем мозге. Ну, обычно так. Вот. Но, скорее всего, это какое-то нарушение, связанное, ну, то есть, понятно, с головным мозгом, со средним мозгом. А вот что с этим делать, неизвестно. Вообще неизвестно. Я не знаю, что с этим делать, да. То есть, что делать? Искать болезни, которые можно лечить, да. То есть, так воспаление, то есть, у 5, 10, 20. Ну, как обычно, что мы можем находить в голове, в головном мозге у собак. Если никакой болезни нет, то ничего не делать. Все. По поводу использования, там, антидепрессантов, это очень такой скользкий вопрос. Они рекомендованы. То есть, понятно, что рекомендованы какие-то, в общем, эти препараты, да, которые, целый список, которые непонятно работают или непонятно, или не работают, но если собаке это не мешает жить, то я бы вообще ничего не стал тогда делать. То есть, делал бы МРТ, если никаких болезней, таких опасных для жизни нет, все, ничего бы не стал делать. Вот. Может ли это быть дискинезия? Ну, это вообще непроизвольное, непроизвольное, короче, слово забыл, бывает у меня такое, да, это вариант дискинезии, да, какой-то, да, слово забыл, ладно, я вспомню, напишу. Короче, смысл в том, что непроизвольные, в общем, забыл слово, ладно, бывает у меня такое иногда, с возрастом случается, вот, ладно, до новых встреч, до свидания, рад был быть полезным. Субтитры сделал DimaTorzok